здравствуйте здравствуйте дорогие друзья добрый вечер доброй ночи наверное многим тем кто находится живут по московскому времени потому что у нас чикаго еще только вечер 6 часов вечера в чикаго правда в хабаровске уже 9 утра вас на экранах вы видите константина сифанского нашего руководителя полетов константин приветствую вас приветствую всех да ну и сегодня у нас полет так сказать в открытый космос чуть ли не да расскажите куда мы летим зачем что мы там предполагаем увидеть ну в общем то полетим туда куда мы уже летали до этого летим систему центавра и на этом примере посмотрим как выполняются полеты по физическому плану вот в космосе дело в том что помимо астрального плана помимо путешествия там параллельные миры помимо путешествия во времени есть путешествие по физическому космос ну по физическому плану можно путешествовать не только в космосе можно просто по нашей земле путешествовать кстати довольно интересный опыт и можно ставить ну константин вот все-таки вопрос мы как-то привыкли когда мы физически находимся где-то там каком-то месте в самолете как минимум ну кто-то может быть и в космос действительно на межпланетном каком-то там союзе летает или там аполлоне а тут мы летим все-таки в астральном теле а вы говорите на физическом плане это как понять все таки в астральном теле по физическому плану как же как путешествует в астральном теле по физическому плану по земле например я да я сейчас объясню дело в том что я когда беседовал с одним своим знакомым который у нас на территории сша который является студентом вашего курса он говорит ну в общем то как я понял это все равно все-таки медитация типа медитация где мы погружаемся в медитацию и мы и летим то есть мы остаемся на месте но где-то в медитации мы летим вот так он это понимает так вот сегодня мы летим как раз таки не так да в принципе не так принцип а в чем разница и как нам надо к этому готовиться мы сегодня полете может вообще считается что полеты по физическому плану наиболее сложные физически как ни странно а вы считаете что все к этому готовы я считаю что с одной стороны это самый простой вариант с другой стороны он чисто более утомительный но что касается полета в космос вот только той той цели которую мы поставили здесь есть два принципиально разных подхода вообще то есть можно совершить путешествие в будущее и как бы прикрепиться к информации о полете первого звездолета например систему центавра и увидеть как он проходил как бы находясь среди экипажа очевидно там будущем выложены материалы что кстати тоже было такое сделано ну а можно лететь туда сами сами вот это две принципиальные разницы но туда же наши корабли как бы еще не достигали все таки это хоть и самая ближняя планета но она находится на расстоянии огромном количестве световых лет куда мы собственно говоря не попадем в физическом плане никак естественно но в будущем туда летать будут и летать будет очень просто и первый полет первого звездолета мы наблюдали своих поисках когда вы наблюдали первый полет звездолета мало того мы наблюдали первых два в двух вариантах задание было это немножко некорректно сформулировано в одном случае полет происходил от при старте с орбиты вот именно первый а в другом случае полет происходил при старте с земли вот вы то есть когда вы летали вы летали в двух вариантах или это было в одном полете два варианта это действительно было получилось что в одном полете было два варианта потому что люди по-разному приняли информацию и поэтому они увидели два варианта потом и не в каком-то плане это дело уточняли вот но то есть это один совершенно один вариант который свободным полетом по сути дела не является вот вот свободный полет был например вот падала комета шумейхера леви на юпитер и наш алексей был как раз возле юпитера мы отслеживали ее падение сфотографировал падение этой этой кометы снимки получены причем американцы сам по само падение не сфотографировали там их не станция пролетала они сфотографировали уже после того то есть это происходило на противоположной стороне юпитера вот а у нас было когда она входила вошла в атмосферу горела там и был взрыв как говорится вот разница была у американцев стоимость вояджера плюс 30 миллионов дополнительная программа у нас это было стоимость фотопленки и реактивов и фотобумаги результаты были почти одинаковые определенных может быть очень эффективно а вот это товарищ это когда это было ну это девяносто второй там девяносто третий или четвертый год вот этого товарищ алексей который то алексей да который там был он целенаправленно там или он случайно пролетал как говорится мимо это было целенаправленно это чисто было сугубо направлено это был именно полет туда а как бы знали потому что я мимо меня это прошло я все-таки был в процессе такого тривиального полета из москвы в нью-йорк в это время как раз прилетал поэтому я как раз и мимо меня так что там было еще раз это было напомнить что падение кометы шумейхера астрологи а то есть астрономы точнее они это знали да конечно все это знали что это происходит молодого там пролетала американская станция воядер по моему и они можно как говорится снимали вот ну и мы использовали свои методы на следующий день после этого события у меня были на столе у меня фотографии лежали при фотографии было получено именно вот по вот этому событию и они есть у вас сейчас мы эти фотографии да правда не отсканирована еще надо было искать не готовись вот поэтому фотографии мировая общественность в частности американцы мы сообщили у себя по-моему в уфологии было доложено что вот так и так вот получили для себя были сделаны определенные выводы что это возможно все-таки фотографии на физическом плане получить можно результаты интересные что касается вот полета кальфи центавра сегодняшнего да сегодня во первых сами по себе звезды альфа 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 b они находятся друг от друга на расстоянии примерно как от солнца до сатурна довольно близко друг от друга но с другой стороны там за глаза достаточного места чтобы у каждой из этих звезд была своя зона жизни там могли быть планеты вот это первое второе значит троксима центавра она находится ближе на три месяца световых к земле чем альфа а и b у нее была обнаружена планета и когда наши пилоты там были мы видели еще одну планету за далеко за границами жизни синего цвета но на подобии может быть нашего нептуна вот поэтому а она в наличии вообще если нет планеты до или синюю планету никто не видел понимаешь то есть подтвердиться или нет это потом потому что засечь планету у другой звезды сам понимаешь это не очень просто занять такой непростой используем кеплера использовали других говорится телескопов орбитальных вот но доля случайности там всегда присутствует потому что перекроет планета виду или не перекроет в общем то момент и есть а в принципе я говорю результаты могут быть интересные даже очень можно действительно увидеть что-то причем вполне возможно что так оно и есть то в случае если вы полет проходит удачно то можно увидеть действительно другие чужие миры в каком-то плане это в чем-то безопасно это не то что на космическом корабле лететь когда там метеорит может шарахнуть еще угодно быть вот и интересно астролетчиков метеорит как вы говорите шарахнуть не может слава богу ну нет даст а пилотов ты имеешь ввиду да нет нему полет происходит через другое измерение во первых это первое и второе как говорится все такие тела в котором находятся пилоты это так сказать не совсем физическое тело в нашем понимании голограммное тело для него не представляет опасность метеориты там астероиды там за остальное и когда полет проходит мы кстати выходили на дальние полеты наблюдали очень интересную картину представь себе возникает туннель причем квадратный туннель по форме и на стенках его отображается окружающая вселенная вот поэтому туннель это летишь с огромной скоростью вперед колоссальной скорость а на стенках видно изображение звезд там созвездие туманности эти как бы звезды созвездие туманности выглядит как на экране и когда ты двигаешься вот по этому туннелю а это явно туннель идет через другое измерение то вот это вся трехмерная дети трехмерные объекты они никак не взаимодействуют с тобой поэтому туннель это может идти с колоссальной скоростью то есть там скорость во много-много-много раз выше скорости света и никакого взаимодействия с физическим миром нет и чтоб там не происходило вот там смешного и будет взрываться все что угодно это будет только изображение не больше ничего это то что называется быть из трехмерного мира ну это то что возможно сегодня называет торсионными полями нет нет не трудно сказать понимаешь просто трудно сказать это была технология чужая явно дело в том что когда вы вышли на нее мы видели разные люди увидели и одинаково вот я увидел потом алексей увидел причем он сам рассказывал как это выглядело еще там кое-то видел это была чужая технология понимаешь из будущего технология и нам показали как происходит вот этот полет именно полет вот без звездом пространстве но никакого взаимодействия с трехмерным миром при этом не существует просто вообще его нет этот весь трехмерный мир отображается просто виде изображение на экране вы на стенках этого контур или верни то есть это в их явный выход из трехмерного из третьего измерения до предела трехмерного мира что касается полета нашего я прошу прощения еще один вопрос мы как-то обсуждали с тобой вот съемку люди снимали фотографии но тогда 90-х годах это было не было там почти наверно только появлялись эти digital фотографии цифровые да вот эти аппараты а были обычные пленочные так вот на пленочные понятно а вот как сегодняшний аппарат уже пленочных как бы нету так вот сегодня можно снимать обычными цифровыми аппаратами или нет знаешь майкл это под вам я не знаю точно вот честно я могу сказать что не дело в том что мы пытались и ответ был неоднозначный понимаешь совершенно неоднозначный ответ то есть потом ребята рассуждали пришли к выводу что снимать можно только используя вот новейшие какие-то которые камеры которая содержит очень много пикселей в общем я в этом деле понимаешь не совсем разбираюсь вот что может быть что-то и получится но они стоят очень дорого таких нас просто нет а старые в старых проявлялся эффект мы пришли к выводу что проявлялся эффект казимира то есть из вакуума происходило воздействие на вот эти вот на этой на эмульсии пленки и за счет его формировалось изображение никто против этого не возражал по той простой причине что вот это вот воздействие из вакуума возможно она имеет место быть и называется эффектом казимира вот и кстати впервые она была обнаружена именно на эмульсии и поэтому и на видео и на фото пленки на кинопленки и на магнитной пленки там тоже ему все было в определенный период получали хорошие результаты а когда вот вся такие как говорится техника ушла в прошлое и все все перешло на цифру вот здесь возникли вопросы хотя ладно книга где писали что например получали электронные голоса довольно хорошего качества при записи на дивиде диски и все такое понимаешь я поэтому тут комментариев не имею понимаешь не до конца это я понял ну к примеру я просто не знаю как пользоваться но мы потом поговорим но есть у меня аппарат 42 мегапиксел 1 наверное в мире там не зеркальный но интересное надо попробовать а а если мы возьмем скажем камеру вот не фотография а просто видеокамер не пытались вы делась тоже не было рога понимаешь дело в том что тогда мы могли снимать не на видеокамера на кино камеру ну кино камеру называйся камеру можно было бы снимать но как-то руки к этому не подошли во первых это было намного дороже там азию вторых ну считай проявлять пленку надо обращаем этом там продавать было все время обращаем а пленка негативных такие не было вот это морока большая делал я это в общем то я не могу сказать что невозможно было сделать но как-то вот и кроме этого камера тяжелее под аппаратом рука одно дело когда ты снимаешь на фотоаппарат он там его почти пилот не чувствует килограмма так или иначе ну нет да но не но в руке то он держит физически под аппарат вот и дело в том что вот это вот вся сложность заключалась том что нужно было находиться там на времена щелкать руками здесь и не вывалится оттуда сюда снова понимаешь можно сделать по-настоящему хорошо подготовленные уже пилоты понятно хорошо ладно тогда мы давайте мы тогда будем ну во первых надо все-таки ввести водную значит что касается звезды альпа во первых она по яркости на небосклоде находится в южном полушарии занимает третье место вообще и звезд среди всех звезд которые видно земли то есть это очень яркая звезда а яркая она потому что светят две звезды и и издали сливается как говорится когда мы на них смотрим в одну и находится близко от земли поэтому такая яркая значит что они собой представляют звезда альфа а немного больше солнца и температура поверхности немного выше чем у солнца нет желто-белый а звезда альфа b она меньше немного солнца и относится к классу оранжевых звезд температура немножко меньше солнца но разница небольшая не там процентов 12 что такое вот 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 для таких звезды красивых есть между которыми расстояние как между между нашим солнцем и сатурном вот между них есть планеты плюс к этому имеется проксима красный карлик кстати у красных карликов есть одно интересное свойство они очень долго живущие считается что они могут просуществовать триллионы лет и дальнейшем они представляют интерес для переселения вот в отличие от если у солнца нашего порядка десяти миллиардов лет срок жизни так у красных карликов там может и 10 триллионов и больше быть лет вот такая интересная у них особенность вот у них было красиво была обнаружена планета мы туда летали польза наши методы игры там было обнаружено там действительно была обнаружена планета подтвердила что она там есть мало того планеты есть океан есть определенная жизнь примитивная на уровне выхода жизни у нас на сушу конец илура начала геона но может это может быть не связано с тем что агрессионатом позже стала развиваться чем у нас а просто возможно процесс развития было много дольше чем на земле потому что проксима иногда выбрасывает вспышки большие потоки излучения на поверхности жизнь может уничтожаться а вот те формы которые все-таки выработали устойчивость к этому излучению вот они потихоньку выбрались на сушу вот и еще наши женщины обнаружили планету наподобие нептуна в общем синего цвета который висела далеко за границей жизни вот что касается альфы альфа и альфы б там тоже были обнаружены планеты причем может быть бетты одна из планет которые находятся в зоне жизни обитаем вот такая информация которую мы получили предварительно значит полеты чем отличается особенность такая особенность имеется именно при полете в космосе желательно все-таки вокруг себя построить зеркальный шар это компонент вот такую сферу начинает раскручивать вокруг себя и представляешь ее что она отражает все наружу но часть а ты внутри можешь видеть то что за пределами и находится но это вы сейчас говорите то что мы сегодня будем делать и как говорится просто нужно будет попасть именно на проксиму ты или альфу или центов то есть до центовра никуда-нибудь как бы куда попала попасть вот у нас фотографии есть когда летали чем старые времена как говорится в начале начальном периоде летали в космос и фотографировали вид проксима центавра с поверхность ее спутника фотография такая вот но учитывая глубокие знания так как обратным знаком астрономии нашей группой полагаем уже просить а надо знать астрономию всем мальку ну когда в космосе летаешь тогда астрономию желательно все-таки знать все-таки куда-то по по куда ты попадешь а только бы а то полетишь в одну сторону попадешь совсем другую понимаешь ну мы доверяем вам знание аня вами астрологии астрономии точнее не астрономии получили такой снимок и там действительно видно и такой звезды с поверхностью поверхность ее спутника облака на небе какие-то и такой полушария поднимающиеся довольно близко находится планета вот звезды вот проксима это было или нет одного бога потому что могли увидеть любой красный карлик и возле него как говорится плане ну по тем временам в этот раз летали направлены вот у человека есть возможность включать так сказать свой внутренний локатор и оказывается когда вы например если вы находитесь космосе особенно желательно переместиться все-таки в южное полушарии оттуда все это дело делать потому что практически находится мир то есть и альфа находится в южном полушарии вот и если включить свой внутренний локатор настроиться на самое ближнее солнцезвездную систему то в общем то можно довольно успешно выйти на звезды центра поэтому вот так вот будем строить полет понятно начали выйдем просто в космос переместимся в южное полушарие зону антарктиды и уже с нее будем стартовать непосредственно туда пока антарктиду движемся пока мы сделаем просто подготовку к полету как всегда начинать будет давайте так силе поудобнее расслабились сахасарару чакру на макушку головы опускается тонкий поток белой энергии он растекается по коже лица по коже